приветствую всех искреннолюбящих господа иисуса христа 1996 год город москва у меня не было временной регистрации но я находился там и проповедовал в некоторых учреждениях например в кинотеатре ангара в кинотеатре ашхабад в городе троицке доме ученых и в разных местах там был очень прекрасный брат его зовут армен он жил там с женой и с матерью он таксовал как бы работал на такси у него было и с документами все в порядке работал и платил налоги все нормально был таким дужкой очень хорошим братом я когда к ним домой ходил значит у них не было места оставаться но они меня просили ночью оставаться там и угощали и так с большим уважением для меня принимали как божьего человека и слова господу за это однажды он меня сказал давай поедем на северно-западную часть москвы там у нас есть верующие армяне и там встретимся с ними пообщаемся я был очень рад и когда мы туда поехали на его машине я там увидел увидел многих верующих братьев и сестер из нашего города конкретно там был хачик его зовут чамич изюм и гуар из нашего города и многих других и был очень рад встреча с ними было очень так приятно моей душе а потом когда пообщались так и мы хотели вернуться обратно уже десять часов сестра гуар повернулась ко мне и говорит брат говори нам слово я сказал сестра если я буду говорить слово потом помолимся пройдет время это час одиннадцатый ночи и а у меня нет прописки понимаешь это особый паспортный режим все таки это москва может быть поеду она посмотрел на меня и сказала так брат ну ты так говоришь как будто не бог хранит тебя ну мне было досадно потому что я очень часто голодал и они не знали об этом хотел кушать коржку хлеба и этого не было а так академический костюм галостук дипломат никаких проблем и людям казалось что я там шикую но это не так вот слава господу за это но ничего не сказал я открыл писание пророчества еремии стих в котором написано так проклят всякий который рану души народа моего будет врачевать принабрежно после этого помолились и конкретно после молитвы в одиннадцать часов ночи мы расстались и когда сели в машину я повернулся к армену говорю ну брат ну почему наши верующие такие не верующие ну почему не верят что мне нету прописки ну почему вот они не не верят потому что но какие то возможно человек без прописки так свободно ходит по москве и проповедует иисуса христа ну потому что я жил с богом и живу с богом я божья собственность бог мне сказал иди в москву и служить там я ехал и служил дай любое место поэтому я знал что если бог посылает он и дает защиту определенную и когда сели в машину и едем вдруг армен повернулся ко мне и говорит брат за нами следят я говорю кто брат он говорит машина омона я говорю откуда ты знаешь он говорит по зеркалу смотрю и вижу я каждый день в этом положении так что все замечаю я повернулся к нему и говорю так кровь иисуса наша защита а внутри так тяжело я серьезно говорю ну потому что вот я заметил что и он и он не верит что у меня нету прописки понимаете или нет вот потом он повернулся ко мне говорит брат номера нашей машине ввели в компьютер я говорю откуда ты знаешь он говорит по зеркалу вижу как как будто искушение как будто он через него как будто вот искушение на меня я держу дипломат там осенний паспорт который только-только раздали в нашем государстве вот и там нет прописки ничего это самое потом я ему говорю кровь иисуса наша защита потом он повернулся ко мне третий раз и говорит так брат нас остановят я повернулся к нему говорю кровь иисуса наша защита но внутри так хочется кричать ну чё ты от меня хочешь а ну чё ты хочешь от меня все время меня вот как бы вот сейчас это будет сейчас это будет сейчас это да пускай будет да слава господу но так не хочется что этого было нас остановили остановили он достал свои документы он официально обратился ко мне и сказал брат твои документы тоже будут проверять ой говорю боже мой и он не верит что мне делать господи боже он вышел и дал свои документы на проверку теперь я двумя руками держу мой дипломат в котором моя библия мой дневник в котором мои проповеди и черновики это самое и там мой паспорт и особенно ничего там нет и я держу дипломат двумя руками и молюсь господи не дай чтобы проверяли господи ну прошу тебя пускай милиция не проверяет мои документы я прошу тебя и вдруг стук дверь тук 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 я посмотрел стоит милиционер и говорит так муниципальная полиция ваши документы и знаете такой грязный голос сатаны библию покажи ты открывай дипломат так чтобы он увидел библию тогда может быть он отпустит тебя знаете этот грязный голос давал мне сомневаться а я не показал библию я просто достал паспорт вышел и господу сказал я принимаю эту чашу из твоих рук я дал паспорт милиционер был очень образованный очень красивый элегантный он очень культурно обратился ко мне в этот момент армен уже освободившись от них пришел он своей руке держал пятидесятитысячную купюру тогда деньги были на дешевые вот и хотел засунуть в руку милиционера но он подошел в тот момент когда идет диалог между мной между милиционером он открыл мой паспорт и сказал армянский я сказал так точно он сказал ваша временная прописка я сказал у меня нет временной прописки он цель вашего приезда я сказал я проповедник он сказал вы свободны и паспорт отдал назад в этот момент я ему сказал стоп а теперь мой черед говорить я достал библию открыл послание римлянам 13 главу 4 стих и говорю так написано что работники закона они слуги бога живого он меня говорит ой моему другу тоже будет интересно пойдемте в нашу машину пожалуйста меня ввели в милицейскую машину армян пришел рядом со мной сел и я проповедовал имени иисуса христа и сказал а сейчас я хочу за вас молиться я положил мои руки на их погоны и закрыл глаза и начал молиться после молитвы когда я благословил их во имя господа иисуса христа я открыл глаза заметил что они сняли головные уборы и благоговейно сидели перед богом я сказал ну что до свидания они сказали до свидания до свидания когда вышли из машины пошли сели в нашу машину армен едет он держит руль и дергается и дергается каждый раз и он дергается и говорит о слова тебе иисус потом снова о слова тебе иисус я повернулся говорю что с тобой он говорит я такого никогда не видел я ему говорю я так каждый день живу и тогда он понял что это господь это господь когда бог посылает тебя куда-то друг мой если он посылает тебя могут быть у тебя проблемы могут быть у тебя нападения но у бога есть миллион дверей которые он открывает перед тобою ради служения которое ты должен вести перед богом благоговея перед ним бойся господа больше ничего бойся господа больше никого бойся господа и ни от каких ситуаций пусть бог благословит тебя бог любит тебя мир дому твоему аминь губалься господь